Внимание! Сегодня, 19 июня 1924 года, в городском театре состоится единственная гастроль всемирно известной артистки-танцовщицы Айсидоры Дункан за роялем профессора Московской консерватории Марк Мейчик. Билеты можно приобрести в кассе театра с 11 до 2 и с 6 до 9 часов вечера. А супа с человечинкой не боитесь? Ну, какой я тебе товарищ? Венчаешь нас, что ли? Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз, златокарий, омут. И чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Летом 1921 года газета «Коммуна» писала, известная представительница классического танца Айсидора Дункан приняла предложение товарища Красина отправиться в Москву и основать школу на тысячу детей. Из Парижа Дункан выйдет в первых числах июля. Вместе с ней отправятся в путь и некоторые ее ученицы. На вопрос о предстоящей работе в России Дункан сказала, что она счастлива думать, что ей предложили создать великую школу искусства, которая будет посвящена не только пляске, но и поэзии, и выразительности. Из всех правительств мира только советы заинтересованы в воспитании детей. А значит, мое представление об общественной системе полностью соответствует тому, что удалось сделать в Новой России благодаря усилиям советского правительства. Моя школа, подчеркнула Айсидора Дункан, всегда была школой коммунистической. Все мое состояние было отдано для этой единственной цели моей жизни. Если я обрету в России то, о чем так долго мечтала, это будет прекрасно. Я надеюсь найти в Советской России одаренных музыкантов и могучий энтузиазм. Когда же артистку спросили, не боится ли она суровости режима и физического голода, Дункан расхохоталась. Я боюсь только духовного голода, который царит теперь во всем мире. А физический голод – ничто. Я свой выбор сделала. Я еду. И вот прошло три года. Три года жизни в той самой России, которую до сих пор еще так боятся на Западе. Три года каждодневного труда и танца. Танца такого же тяжелого, как труд, и труда, становящегося танцем. Три года и тысячи открытий, сделанных великой танцовщицей в стране, где завтрашний день человечества уже стал сегодняшним днем. Все это смогут увидеть сегодня самарцы в городском театре на выступлении Айсидоры Дункан. Айсидоры Дункан Айсидоры Дункан Айсидоры Дункан А пока великая Айсидора танцует за стенами городского театра, мы расскажем о том, про что не писали советские газеты ни в 1921-м, ни в 1922-м и 1923-м, ни теперь, в 1924-м году. Старалась не думать об этом и сама Айсидора. Просто выбросить из головы все, что не имеет отношения к искусству будущего. Иногда ей удавалось это сделать, но выбросить из головы значило бы не думать. А вот этого она как раз и не могла. Думала, наблюдала и не спала ночей. Она прекрасно помнила, как накануне ее отъезда в Советскую Россию в Париже к ней пришли бывший русский посол Макланов и однофамилец гениального композитора Чайковский, представившийся главой русской эмиграции. Последний даже встал перед ней на колени, умоляя ее ни в коем случае не ездить к этим негодяям. Вас изнасилуют еще на границе, в один голос говорили оба. А если вам и удастся добраться до Петрограда, то там вы будете есть суп, в котором будут плавать человеческие пальцы. Ну уж супом-то ее не напугаешь, ни на ту напали. В конце концов она найдет, что ей поесть. И кроме этого большевистского супа, да и не может быть, чтобы все это было правдой. Ведь там, в Советской России, новый мир, братство, равенство. И этот мир был миром ее мечты. Это потом, уже в России, она начнет понимать, что ее мечты и советская действительность – это не совсем одно и то же. Поверив слухам о том, что Советы упразднили деньги, и одного только слова «товарищ» будет достаточно, чтобы извозчик довез ее по нужному адресу. Она была горько разочарована уже на вокзале. Никто не соглашался вести ее ни за какие слова. Ей пришлось идти пешком. Это огорчило, но не обескуражило ее. Она шла по улицам и с интересом вглядывалась в лица прохожих. Был июль 21-го, люди были плохо одеты, спешили куда-то к своим делам. Но в выражении глаз красноармейцев, то и дело встречавшихся ей на улицах, она различала тот облик нового мира, навстречу которому так рвалась из мира холодного расчета. КОНЕЦ КОНЕЦ А вскоре произошла ее встреча с ним, с поэтом. Он ворвался в студию на Садовой с криками «Дункан! Где Дункан?» А уже через час его видели на коленях перед ней, полулежавшей на кушетке. Она гладила его по голове и повторяла, может быть, единственные русские слова, которые ей удалось запомнить. Золотая голова. Золотая голова. Его звали Сергей. Сергей Есенин. Есенин, как говорила она, Асидора. Да, он не владел ни одним иностранным языком, а она не говорила по-русски, но это не помешало им проговорить весь вечер до самого конца. Он читал ей стихи, а она гладила его золотую голову, голову влюбленного в нее поэта. Уже за полночь, когда почти все, кто был в тот вечер на Садовой, разошлись по домам Асидора, нехтя поднялась с кушетки. Есенин следовал за ней неотступно. Они взяли извозчика и, даже не сказав адреса, отправились куда-то вперед. И не сразу заметили, что извозчик, задремав трижды, обвез их вокруг одной и той же церкви. А когда заметили, то не рассердились, а расхохотались. Повенчал, ей-богу повенчал, теперь не расстанемся. А вскоре они в самом деле решили, что не хотят и не могут больше расставаться. Тем более, что им предстояла совместная поездка в Америку. А Дункан были прекрасно известны повадки тамошней полиции нравов. Да и Есенин знал, как несладко пришлось Горькому и Андреевой, когда они отправились в Америку невенчанными. Правда, венчаться Есенин и Дункан не стали, а просто расписались в ЗАГСе. Вот я теперь и Дункан радовался в этот день, Сергей Есенин. Это было в мае 22-го. Кажется, совсем недавно. И вместе с тем, очень-очень давно. Потому что в следующем, 23-м, она получит сразу две телеграммы. Одна очень короткая. Люблю другую. Женат и счастлив. Есенин. Вторая телеграмма была чуть длиньше. Писем и телеграмм Есенину не шлите. Он к вам никогда не вернется. Надо считаться. Бенеславская. И вот теперь, в 24-м, Айсидора Дункан совершала турне по Волге, Сибири и Китаю. Зарабатывая деньги для той самой школы, ради которой она приехала в Советскую Россию. Сибири и Китаю. В июне 1924 года Самара жила своей жизнью. В помещении туберкулезного диспансера на Самарской состоялось очередное заседание научного общества врачей. В университетской библиотеке на углу Красноармейской и Чапаевской открылась библиотечная конференция. На Троицком базаре мешочники вздули цены на хлеб до 7 рублей за килограмм муки первого сорта. А в городском театре 19 июня состоялась единственная гастроль несравненной Изидоры. Как еще совсем недавно называл ее Сергей Есенин. Тот самый нежный Есенин, который, если надо, мог сказать извозчику такое словцо, что тот гнал лошадей так, как будто бы хотел взмыть к облакам. Правда, ей взмывать к облакам хотелось теперь все меньше и меньше. Да и что ей там было делать? Танцевать с босыми ногами под интернационал? Кричать этим новым буржуа, что она красная? Бросаться из города в город в надежде вернуть его? Нет, ей там теперь было делать нечего. Да и здесь тоже. Известно, что Дункан уехала из России совсем незадолго до гибели ее злота Кудрова Есенина. А когда узнала о его трагическом конце, то она сказала, я страдала из-за него так много, что он исчерпал все мои возможности страдать. А еще через пару лет не стало и ее. Ее жизнь оборвалась так же внезапно и трагически, как может оборваться только танец, если внезапно кончилась музыка. Это пела даже шахрозада. Так вторично скажет листьев медь. Тех, которым ничего не надо, можно только в мире пожалеть. С вами был Михаил Перепелкин.